Проявили свою гражданскую позицию и проголосовали больше половины жителей города. По данным территориальной избирательной комиссии Сарова, за внесение поправок в Конституцию выступили 26 326 человек. 13 тысяч выразили своё несогласие. 1% бюллетеней оказались испорченными. Хорошо, что они сделали заранее. Многие люди заранее проголосовали. Не было вот этой… Не толкались, не было очередей. Ну, мы проходили, всё нормально. Было, не было никаких очередей. Подошли, проголосовали и ушли. Мне очень понравилось. Перед входом стояли мужчины, мерил температуру, маски задавал, перчатки по желанию. Всё замечательно. Женщины такие там сидят доброжелательные. Кружечку опять же подарили. Организация хорошая, потому что, когда мы пришли, никого не было. Дали перчатки, промерили температуру. В общем, я считаю, что очень хорошо. У россиян была возможность выразить своё мнение не только на избирательных участках, но и дистанционно. Для этого нужно было заранее подать заявку на портале госуслуг, получить персональную ссылку и проголосовать. В нашем городе этой возможностью воспользовались 1190 человек. По словам жителей города, онлайн-голосование позволило дополнительно обезопасить себя от заражения коронавирусом и сэкономить время. В период пандемии дистанционно очень даже удобно. То есть, я подала заявку на госуслугах, мне всё пришло. То есть, я дома проголосовала. Не нужно никуда ходить, заражаться. Правильно сделали, конечно. Скучности никакой не было. У нас было там два человека. Я и муж. Больше никого не было. Россияне голосовали за принятие сразу 206 поправок, которые меняют 46 статей основного закона страны. Изменения коснулись идеологической, социальной и политической сфер жизни общества. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.